Приветствую всех на своем канале, добро пожаловать ко мне, меня зовут Елена и сегодня у нас небольшой обзор, отчет об использовании пяти средств компании природный элемент. Прежде чем приступить к обзору, хочу сказать, что российский бренд натуральной косметики природный элемент основан в 2001 году и существует уже более 10 лет. Принцип косметики, природный элемент, это отсутствие в рецептурах синтетических отдушек, красителей, парабенов, феноксетанола, гликолей и продуктов переработки нефти, а также продуктов животного происхождения. В качестве активных ингредиентов используются экстракты и эфирные масла. ознакомиться с компанией более детально и производимой ею продукцией можно на официальном сайте. Приобрести продукцию компании природный элемент можно через официальный сайт, а также на Wildberries. Все ссылки вы найдете в описании под видео. А теперь давайте перейдем к отчету обзору. Мною были выбраны пять масок, они совершенно разные. Четыре из них для волос и одна из них для лица и зоны декольте. И сейчас хочу более детально про них рассказать, про каждую отдельно. Итак, первой маской была вот эта. Натуральная пилинг маска для волос супер очищения. Как я в принципе поняла, что большая часть масок состоит на основе глины. Вот, только некоторые из них не содержат глину. Вот, как вы можете видеть состав натуральный. Рекомендуется использовать маску два-три раза в неделю. Вот, но у меня был всего один вариант. Поэтому, результат как бы на том основании, на каком, на столько, на сколько мне хватило, собственно, этих средств. Итак, первая маска. Минеральная пилинг маска для волос супер очищения. Мое впечатление. По внешнему виду белая глина. Консистенция сухая. Наносится на волосы с трудом и не очень равномерно. После нанесения волосы заметно становятся мягкими и рассыпчатыми. После смывания чувствовалась пышность. Даже спустя время волосы не осели. В принципе, понравилось. Единственное, что очень густая. Поэтому, такое нейтральное отношение. Но, в принципе, на волосах мне понравилось, как она себя ведет. И я осталась довольна. Единственное, что она суховатая. Вторая маска для волос. Интенсивное восстановление. Вот так вот выглядит упаковка. Она тоже на основе глины. Они, по-моему, все, как я уже сказала, на основе глины. Вот такой состав. Все они в применении одинаковы. То есть, использовать 2-3 раза в неделю. Держать 3-5 минут на волосах. В общем-то, одинаковые. И так мое впечатление. Маска для волос. Маска для волос. Интенсивное восстановление. С манкой, папайей и кератином. По консистенции напоминает крем. Нежная, белая, жидковатая. Да, вот эта вот без глины. Единственная, по-моему, попалась без глины. Так, нежная, белая. Немножко жидковатая. Легко наносится. Моментально впитывается. Просто, просто моментально. То есть, это такое фантастическое впитывание. Какое бывает только, наверное, в кино. Запах легкий, растительный. Такой нейтральный. После нанесения волосы заметно становятся мягкими и шелковистыми. Вот тоже буквально на глазах это происходит моментально. По инструкции, все маски необходимо смывать теплой водой. Данная маска настолько хорошо впитывается в структуру волос, что фактически смывать нечего. После высыхания волосы мягкие, гладкие, воздушные. Просто я вот этой маской очень довольна. И думаю, что в дальнейшем буду ее приобретать уже комплексом. Вот. Возможно, что несколько вот таких вот пакетиков сразу. То есть, это прям вот моя находка. Я очень довольна именно этой маской. Это моя самая любимая из всех, которые мне довелось попробовать. Вот. Поэтому хочу отметить, что для моих волос вот эта вот она прям особенная маска. Вот. Самая-самая-самая. Дальше у меня была маска анти-эйдж. Минеральная маска для волос анти-эйдж. С красной глиной, витамином Е и кератином. Тут, собственно, тоже состав. Можете посмотреть. Все натурально. Вообще, все маски натуральные. Вот. Также она на основе глины. И что хочу сказать, свои впечатления. Цвет равномерный, таракотовый. Запах натуральный. В принципе, напоминает глину. Красную глину. Наносилась маска равномерно. Распределялась по волосам тоже достаточно легко. По консистенции она более жидкая, нежели первый вариант. Смывается, правда, с затруднениями. Частицы глины плотно застревают на волосах. И довольно трудно их вымыть. После высыхания волосы рассыпчатые и упругие. Вполне довольна. Единственное, что... Ну, наверное, я думаю, что это из-за того, что они на основе глины. Поэтому они смываются довольно трудно. Нежели вот кремовые маски. Они легче смываются. Вот. Но, в принципе, я очень довольна осталась этой маской. Очень приятные ощущения после смывания. И волосы пышные, легкие, воздушные, упругие. И не оседают. Четвертая маска. Четвертая маска была вот такая вот. На основе, опять же, глины. Вот выпадение волос с экстрактом манго. И масло авокадо с кератином. Вот такой у нее состав. Можете прочитать. Так. По внешнему виду напоминает маску супер очищение. То есть, полностью похоже на нее. Но более мягкое и кремообразное. Наносится легко. Быстро распределяется по волосам. После смывания волосы мягкие, рассыпчатые. Смывается хорошо. Тут даже нареканий нет. То есть, она тоже достаточно хорошая. Ощущение на волосах приятное. Очень понравилось. В общем-то, недостатков нет. И последней маской у меня была маска для лица и зоны декольте. Вот такая она. Гель-маска увлажняющая, питающая. С манго, зеленым чаем и гиалуроновой кислотой. Вот такой состав. Здесь уже необходимо ее нанести на 10-15 минут. Затем снять с помощью салфетки тоника. Или просто смыть теплой водой. И также применение 2-3 раза в неделю. Так, что хочу сказать, свои впечатления. Маска прозрачная, с легким зеленоватым оттенком. Запах легкий, приятный, травянистый. Наносится легко, быстро распределяется по поверхности кожи. Впитывается тоже быстро. Смывается легко, практически не оставляя никаких следов. После удаления остатков маски кожа мягкая, гладкая, бархатистая, нежная. Очень приятные ощущения. Вполне осталась довольна. Единственное, что это уже не от качества маски зависит. Я просто не люблю маски, которые нужно смывать. Поэтому, ну не знаю, я ее еще не доиспользовала. Здесь еще немножко осталось. Именно по этой причине. То есть, я не люблю маски, которые нужно смывать. Слишком много времени на это уходит. В общем, это единственный минус, не относящийся к качеству маски. Вот такой мой маленький отзыв. В принципе, все средства понравились. Всем очень осталось довольна. И интенсивное восстановление. Вот эту масочку хочу отметить. Она просто фантастическая. Для меня это самая лучшая маска из всех представленных. Вот такой был у меня отзыв. Продуктами я очень осталась довольна. Никаких далеканий нет. Никаких каких-то недопониманий с какими-то средствами у меня не возникло. Все очень понравилось. И парочку из масок, наверное, я буду заказывать в дальнейшем. Спасибо за внимание. Все контакты на фирму и какую-то дополнительную информацию вы найдете в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok